Для начала я хотел бы рассказать несколько историй, потом поразмышлять над ним. Первая история это, ну как, как сказать, история в нашей жизни, которая часто случается, у кого есть машина. Они знают, что в машине должно быть не только 4 ведущих колеса, но еще и 5 запаска. Она лежит в багажнике, никто о ней не вспоминает, никто о ней не думает, но едет человек, раз колесо прольет. Ну что делать, остановился, вытащил запаску, поменял колесо, приехал на сервис, ну или домой куда, обратно все сделал, вернул, запаску в багажник кинул и все, и забыл до следующего раза. Бывает же такое, знаете же, да? Кто-то, конечно, может ездить всю жизнь на всех тех колесах, которые у него есть, и везунчик, у него ни разу не пробивает колесо. А у кого-то, ну как сказать, не везунчик, раз в неделю стабильно он меняет колесо. То есть запаска нужна. За машинами следим, бензин, масло там меняем, техосмотр проходим, все вот эти, все эти вещи делаем, а запаски не думаем. Она есть, она и есть, она лежит и лежит себе. Хлеба не бросим. Это вот первая такая история. Другая история. Я думаю, помните все в детстве сказки про джиннов? Аладдин, там, к примеру, да? Идет человек, раз купил лампу, там, или нашел лампу, там, бутылочку какую-то, потер, и раз оттуда выходит джинн. Чего надо? Ну, исполни твои желания. Ну, и человек начинает придумывать себе желания какие-то. Хочет одно, хочет другое, хочет третье. И все нормально. Даджинн исполняет его желания, а потом возвращается обратно в свою бутылочку. И что он там делает? Да ничего не делает. Ожидает, пока его хозяин чего-то захочет еще. Ну, вот так вот, если подумать, если бы, допустим, колесо было душевленным предметом, каково ему было? Вроде нужное, и вроде не нужное. И жизнь какая-то скучная. Другие колеса ездят, мир видят. А ты лежишь в багажнике накрытым, никому не нужно. Потом раз вспомнили, сделали что-то, и опять туда же. Так же и джинн. Он мог весь мир повидать, везде полетать, но он сидит в своей бутылке в ожидании того, что его хозяин, скажем так, чего-то захочет. И теперь такая третья история. Как бы она уже более близкая к нам. Можно так сказать, малоизвестная сторона Бога. Давайте только немного фантазии. Селит, Господь находится на своем троне, в тронном зале. Вокруг миллиона ангелов. Там Херувимы, Серафимы, ангелы, Архангелы, куча небесных существ, которые Бог создал для того, чтобы они славили Его. 24 старца так же поклоняются, бенцы свои слагают. Говорят, свят, свят, свят Господь Соболок. Вся земля полна славы Его. И, ну как бы, атмосфера такая слава, да, атмосфера величия. Ну, у нас на прославлении бывает такое тоже. Но там намного шире, намного больше, потому что, ну это вообще, присутствие Божие такое, что... Ну, я не знаю, как это передать, я там еще не был. Вославлении мы все там будем, надеюсь. Так вот, сидит Бог в тронном зале и поклоняется, и все, и все хорошо, все нормально, но что-то внутри, что-то внутри его сердца как бы свербит, какая-то маленькая такая печалька. И он поднимается со своего трона, проходит по этому тронному залу, мимо ангелов, мимо Херувимов, мимо Серафимов, мимо этих же старцев, проходит и выходит к выходу. А там святое святых. И там иногда появляются люди, но на данный момент он выходит, никого нет. Тишина. Прошел все так, пока вчерку завета провел пальцем, пыль. Стряхнул, вздохнул, да, и думает, пойду дальше. Выходит в святое. Там, по идее, должно быть еще больше народу, чем в святом святых, но тоже пуст. В ситуации что-то делают, кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то выходит замуж, кто-то создает свой бизнес, кто-то просто работает, кто-то отдает. По-разному. Суета. Кто-то все там. А возле него никого. Вздохнул. Может быть даже слезинку так встряхнул с глазом. Разворачивается и только уходить обратно, слышит какой-то шум такой необычный. Раз в окошко, а там человек бежит. И бежит в святое. Бежит и кричит чего-то. Прислушался Бог, а он помощи просит. Он дымится, он горит. Спотыкается, падает опять, поднимается. Отряхивается. Но бежит бегом. Боже, помоги мне. Погибают, сгорают. Сделай что-нибудь, что прав твой не погиб. Я же служу тебе, я же знаю тебя, я же твое дитя. Но Господь разве не поможет? Как в песне. Да, тучи разведу руками. А тут наоборот посылает. Сильнейший дождь. Он изливается. На этого бедолагу горячего. Мочит его с головы до ног. Зато огонь потушил. Зато хорошо. Встает человек такой, отрядкивается. Господи, спасибо тебе. Вот большое человеческое спасибо. По крови жизни буду благодарен. Разворачиваюсь. Пойду я домой, там жена больше приготовила. Да плюс еще и по бизнесу разобраться надо. А то пока вот тут горел, понимаешь, мало ли, конкуренты могут бизнес отжать или еще что-нибудь. И только разворачиваться, уходить. Потом посмотрел на себя, мокрый что-то. Следы за собой мокрый. Макушку почетал, разворачиваться. Господи. Ну спасибо тебе, ты спас меня от огня. Теперь, пожалуйста, ну высуши. Не боже мне бизнесмену возвращаться в таком виде домой. Хорошо, господь щегнул пальцем, выскочило солнышко, обогрело, обсушило, высох человек. Довольный, счастливый. Все, спасибо Боже. Поклонился ему до земли и пошел домой. Идет и по дороге рассказывается. Вы знаете, какой меня Бог. Нет, вы только представляете. Помните, полчаса назад я горел, как не знаю что. От меня воняло, смертело, вот эти вот горю. А сейчас как? Я даже не мокрый. Вы представляете, Бог меня не только от огня избавил. Так он еще и высушил меня. Он заботливый, Господний. Приходит домой, жена довольная, радостная. На радостях собрали гостей, до страха накрыли. Всех позвали, всем рассказали. Все довольные, все счастливые. Ну и дальше, следующий день, как обычно, утром проснулся. Работа, бизнес, дела. Вечером пришел домой, семья. Пообщались, попросили, может кино посмотрели. И спать. И следующий день, опять то же самое, рутина. И до Бога как бы и времени нет. Иногда, может, даже и желания нет. Нет, он иногда вспоминает о Боге. Он говорит, он утром просыпается. Господи, спасибо тебе, что ты спас меня. Спасибо, что в свое время ты освободил меня. Что дал мне все потребное для жизни. Благочестия, благодарю тебе. Пришло время обеда. Господь, благодарю тебя за то, что ты не только дал мне жизнь вечно, но также ты еще даешь мне пищу физическую. Поел, попил, пошел работать. Вечером перед сном уставший. Ну, работа же, дела. Все понимают, устал. Ну, может, там пол вся с телефона повалялся, отдохнул, все, спать. Господь, спасибо тебе. Сохрани меня в этой ночью. Сохрани мою семью в этой ночи. И все. И все. А Бог опять возвращается в свой тронный зал. К этим миллионам ангелов. К этим двадцати четырем старцам. Ко всем тем, кто там на небесах вместе с ним находится и славит. И вроде все хорошо, но чуть-чуть нехорошо. Вот эта вот печалька по этому обгоревшему бедоладе не дает Богу радоваться. Потому что он хотел бы поговорить с ним. Просто посидеть, просто пообщаться, просто поговорить. Но в таких случаях Бог почему-то чувствует себя, как джинном по вызову, такой, Бог 9-1-1. Бог мне надо, на сынок, на ручник. Бог, спасибо, до свидания. Просто вот эта вот такая маловозвестная сторона Бога, Бога тоскующая. Мы знаем Его как... Как какого Бога мы знаем? Великий Бог, славный Бог, любящий Бог, Бог воинств, Бог целитель. А есть еще Бог тоскующий. Бог жаждущий нас. Нет, конечно, к Богу приходят и другие Его дети. И они общаются с Ним. Пришел просто и, Господи, ну, добрый день. Я вот хочу просто с тобой посидеть. Мы же иногда со своими любимыми просто сидим молча. И хорошо внутри, да? Просто сидим. Просто слушаем друг друга. Не тараторим. Хотя иногда и тараторим, но мы слушаем. Это диалог. Так вот, Бог тоскует по нам. По вот этим моментам, когда мы так редко приходим. Я не знаю, я, может быть, за себя только говорю. Кто-нибудь из вас, допустим, может быть, еще похож на меня немножко, так редко приходит. А остальные каждый день просто сидят, просто общаются. Просто наслаждаются общением с Богом. Так вот, для чего Бог нас создал? Для общения. Сразу в точку. Ну, тема понятная. Сразу в точку. Да, Бог создал нас для общения. Потому что давайте посмотрим. Бытие 3 глава, 8 стих. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адаму, жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Вот контрольное тут место, контрольная часть. Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Бог же не просто так ходил. Но если его голос, значит, он говорил, я не думаю, чтобы Бог пришел в раю и разговаривал сам с собой. Значит, у Бога было общение с Адамом. Потом уже их стало трое. Бог, Адам, Ева. И они разговаривали, они общались. Вот именно для этих вещей Бог нас создал. Все то, что остальное, это, ну, нужно сказать, это второстепенно. Самое основное – это общение. Это общение мое и его личное. Это общение твое и его личное общение. Бог хочет этого, Бог желает этого. И почему я уверен, что Бог по нам тоскует? Ну, во-первых, потому что я сам отец. У меня трое детей. Да, мы общаемся. Да, мы созваниваемся. Ну, знаете, иногда этого мало. Иногда реально вот сидишь дома там или на работе. Раз, телефон. А, нет, мы написали. Раз, может, входящий. Нет, мы позвоним. Конечно, можно и самому позвонить, можно и самому написать. Но так хочется, чтобы дети написали. Так же и Господь. Он может проговорить нам. Он может разбудить нас среди ночи что-то сказать. Но я уверен в том, что Он желает, чтобы мы пришли первые, как дети. И как-то у меня тоска такая была. Честно говоря, вообще-то так тоскливо было. У меня стих родился небольшой. Я его почитаю. Родительская любовь. Любить и не ждать взамен. Отдать все, что есть внутри. А там хоть тоска, хоть плен. Хоть рано и получать, но все же любить и ждать. Не то, чтобы ответ на любви. Чтоб дети сказали. Живи. Любить и в открытой двери. Ведь наш дом и их это дом. Любить и в закрытой двери. Когда нам нет места в нем. Родительская любовь. Как ей тяжело дышать. И как же легко с ней жить. Ведь нам без нее и не быть. Вот такой вот стих просто. Ну как бы вот эта тоска по детям. Я знаю, что у Бога это такая же тоска по нам. Значит что? Наступает время шашлопа. Наступает время общения. Друг с другом, с друзьями. Кого-то давно не видел, приехав с другого города, может быть. И мы общаемся. И нам хорошо. Скоро лето уже. Скоро рыбалка откроется. Я знаю. Мужики многие. Я в том числе на рыбалке буду пропадать. Мы живем. Мы дышим полной грудью. И все хорошо. Но вот эта вот круговерть, она крадет у нас Бога. И в Иаково в 4 главе, в 5 стихе, так написано. Давайте откроем. Иаково 4, 5. Или вы думаете, что он напрасно говорит Писание? До ревности любит Дух, живущий в вас. В нас. До ревности. Бог любит меня. Бог любит каждого из вас. Бог любит всех тех людей, которые еще даже не знают о нем. Потому что он умер за нас, когда мы были еще грешниками. И он желает общения с нами. Он ревнует. Он ревнует нас нашим огородам. Он ревнует нас нашим дачам, нашим шашлыкам. Бог сильно ревнует нас нашим соцсетям, нашим инстаграммам. Нашим ютубам. Ко всему тому, на что у нас находится время. Бог ревнует. И он очень хочет, чтобы мы как-то, может быть, почаще к нему заглядывали. Просто почаще садились рядом с ним. Поболтали. Вообще ни о чем. Знаете, когда я с людьми болтаю, просто ни о чем. Она говорит, что-то внутри хорошо становится. И у Бога тоже хорошо становится внутри, когда мы просто приходим. Просто рассказываем ему о таких пустяках, которые... Ну, просто болтовня. Но Богу это нравится. Богу нравится, когда мы говорим о том, как мы провели день. Не то, что мы сделали для него. Не то, что мы сделали для его царства. Да, это тоже важно. Но намного важнее наше обыкновенное общение детей. И своего Небесного Отца. Время-то быстротечное. Кто помнит, может быть, лет 20-30 назад. Мы в течение дня намного больше успевали сделать. Сейчас не успело проснуться уже, спать. Не успело воскресенье пройти. Уже неделя пролетела, следующий воскресенье. Вот не успела весна начаться. Уже середина весны. Завтра глаза откроем, смотрим, лето уже. А там опять снег пошел. И у нас не хватает времени, с Богом. Время как, его хватает по нашим меркам. А то можно. Он просто хочет, чтобы мы бежели, посидели. Может быть, сказали ему что-то, может быть, послушали его. Но вот эта вот скоротечность нашего времени, она разучила нас молчать. Потому что нам быстро-быстро надо. У нас есть тайная комната, молитвенная комната. У нас у всех же, я думаю, она есть, правильно? Мы все приходим, Бог. Прибежали, оттороторили свои мужа, сказали, так, время. Ох ты, елки-палки, побежал я на работу. И все. А Бог только, вот, откроет что-то сказать, а там уже нет у нас никого. Мы уже бежим, спотыкаемся на работу. Мы еще куда-нибудь. Все. И вот это вот накрутись. А свободное время, когда появляется, что мы делаем? Чаще всего. Я, по крайней мере, по себе знаю. Телефон, компьютер, планшет, друзья. Это хорошо, это нормально. Это отдых, да, мы имеем право. Мы имеем право на отдых. Знаете, Бог имеет право на нас. Потому что Он нас создал. Он имеет право на наше свободное время. Но Он настолько любит нас, что Он не становится насмотрщиком. Он не приходит к нам и на ухо. Ну, поговори, Сын. Ну, поговори, Сын. Не хочешь закрутых лопток. Он как негом на колени сказал молиться. Он просто ждет. Меня. Тебя ждет. Он знает, когда мы можем идти к Нему. Он знает, когда мы действительно заняты. И это нормально. Но иногда Бога прорывает. Это вот давайте прямо откровение. Два чтения. Не то, чтобы Богу надоедает ждать нас. Нашим общением с Ним. Но что-то все-таки. Но имея против Тебя то, что Ты оставил первую любовь в Твоем. Вот и все. Это претензия. Когда мы в кого-то влюбляемся, как мы относимся к предмету своей любви? Мы в свое свободное время пытаемся, хотя бы пытаемся, уделить Ему. Я по себе помню. Я думаю, кто влюблен был? Все, да? Мы сейчас любим предмет своей любви. В смысле, мужа, или жену, или друга, подругу. У кого какие-то отношения. Мы любим. Но вот это вот именно первая любовь. Когда все-все-все-все время мы старались быть рядом. Да простит меня моя жена. Я сейчас расскажу один случай с нашей жизнью. Она уже знает, о чем я. Мы когда познакомились с ней в пионерском лагере, я работал компьютерщиком. Она была пионер-важатой. Она работала, я работал. Но как-то мы старались каждую минуту уделять друг друга. Мы находили время общаться. И вечером перед сном, когда она выжила спать, в своем отряде я уходил. И через несколько минут я возвращался потихонечку. Брал табуретку, вставил, садился и просто на нее смотрел. Она спит. А я просто сижу и смотрю на нее. У меня так хорошо было. Она просыпалась. А потом я говорю, ты что тут делаешь? Просто сижу и смотрю. Иди спать, потом девчонки проснутся, потом кипишь. Я уходил, но я получал такое вот... Я даже не знаю, как это объяснить, вот это чувство, когда ты рядом со своим любимым человеком. И тебе просто хорошо. Просто сидеть, просто смотреть на него. Тебе хорошо. Бог этого хочет. Потому что Бог-то всегда над нас смотрит. Мы спим, Он рядом сидит и смотрит. Мы кушаем, Он рядом стоит и смотрит. Или тоже присел рядышком. А мы не обращаем, а мы спим. А Бог хочет, чтобы мы открыли глаз. Ой, Бог, привет. Так и поболтаем. Так вот, стремимся ли мы к Богу? Как мы стремимся друг к другу в наше первое время любви? Мы продолжаем любить Его, да. Но именно вот этот момент Бог хочет, чтобы в нас проснулся. Первая любовь. Несомненно, мы любим Иисуса Христа. Кто-нибудь есть, кто не любит Иисуса? Никого нет? Я не сомневался в этом. Да, мы все любим, но вопрос как? Иногда мы любим Иисуса, как дети Деда Мороза. Вовочка, или там Феденька, Машенька. Как ты вела себя целый год? Ой, Дед Мороз, хорошо. На тебе подарок. Иногда мы так любим Бога. Мы ведем себя хорошо, мы стараемся не грешить, мы стараемся делать все, что Он повелел нам, для того, чтобы Господь нас похвалил. Но не этого Бог хочет. Давайте вспомним. Может быть, мы любим Бога, как Суламита любила своего Суламона. Или, может быть, как Иоаннафан любил своего друга Давида. Или, может быть, как апостол Иоанн любил своего Иисуса. Может быть, так? Давайте посмотрим Песня Песня Песней 1.3. Но там не все. Также только несколько слов с этого места. Песня 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 1.3. «Влеки меня, мы побежим за тобой». Неимоверно сильное желание у возлюбленной Соломона быть вместе с ним. Вообще вся эта книга – это книга любви двух человек. «Любим ли мы так Бога, что все свое свободное время мы стремимся отдать Ему?» Или 1-ое царство, 18-1. Давайте посмотрим. 1-ое царство, 18-1. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась в душе, и полюбил его Иоаннафан, как свою душу». И помните, я думаю, что Иоаннафан очень часто помогал Давиду уйти от преследований Саула. Он помогал ему вещами. Они обвинялись одеждой, и Саул, когда Давид убежал. Он помогал ему пищей, призывал ему виду. Он предупреждал Давида о том, где Соломон расстроил, где Саул расставил свои засады на Давиду. То есть он посвятил свою жизнь, часть своей жизни Давиду. Он полюбил его, наверное, крепче, чем родного брата. И, наверное, вот это вот, большая часть нашей любви к Богу, наверное, похожа на любовь Иоаннафана к Давиду. Мы любим Бога также. И мы стараемся, стремимся что-то делать для него. Это хорошая часть, да. Хорошая часть, когда мы любим Бога, как Суломита, Соломона. И мы стремимся всё это время отдать ему. И третье место — это Иоанна 13, 23. Иоанн Гриатана, 13 глава, 23 стиха. «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». По нынешним реалиям, конечно, Иоанна обозвали. Но это ладно. Насколько Иоанн хотел быть рядом со своим любимым Иисусом? Ему было совершенно ровно, что о нём подумают, что о нём скажут. Он хотел быть рядом. Он настолько был уверен в том, что и Бог его любил, что он сам об этом говорил. Один из учеников, которого любил Иисус, он сказал о себе в третьем лице. Он знал, что он любимый ученик Иисуса Христа. А почему? Потому что он сам любил Иисуса. Настолько сильно, что всё остальное для него было неважно. Он был вместе с ними. Он был рядом с ними. И он привязал к себе сердце Иисуса своей любовью настолько сильно, что Иоанн единственный со всех апостолов, кто умер в своей смерти. Бог не допустил его страдать перед смертью. Других апостолов кого-то обезбавили, кого-то ещё каким-то образом убили. И всех убили, кроме одного Иоанна. И только одному Иоанну Бог показал будущее. Такое будущее, которое уже происходит, и которое ещё будет происходить в Откровениях. Помните, да? Это единственное. А почему? Потому что он привязал к себе сердце Иисуса своей любовью. Может быть, нам так же стоит. Что эти три персонажа объединяют вместе? Желание быть вместе. Несмотря ни на что. Насколько в моём сердце, насколько в ваших сердцах вот это желание быть вместе с ним. Не из-за того, что надо. не из-за того, что он сказал что-то делать. Не из-за того, чтобы что-то получить от него. А просто так. Это, может быть, стоит задать себе вопрос, Господи, нас только я тебя люблю. Насколько я по-настоящему тебя люблю? Может быть, стоит откорректировать себя? Откорректировать свою жизнь? Наши поступки? Откорректировать наши слова? Откорректировать наши соцсети, может быть, тоже. Первому отдать первое. Второму отдать второе. Третьему третье. Потому что время коротко. Ещё ученики его ждали уже. Второго происшествия. Уже две тысячи лет прошло. Кто знает, может быть, Господь через час придёт. Может быть, через год. Может быть, ещё наши правнуки будут ожидать его так же, как мы. Кто знает. Но всегда надо быть готовым. Всегда надо ожидать. Ожидать встречи со своим любимым Иисусом Христом. И все десять начали поправлять свои святину. Но почему-то не у всех они поправились. Поправились только у пяти. У которых ещё осталось масло. А у них нет. Они побежали искать его. Иногда мы думаем, что нам много для него. Если мы много для него делаем, значит, и масло у нас много. Но поспешу вас разочаровать. Вообще, что мы предполагаем под маслом? В наших святильниках жизни. Я думаю, что это отношения. Простые отношения с Богом. Потому что, если думать, что наши дела – это наше масло. Наши знания – это наше масло. Наши какие-то, я не знаю, может быть, достижения для Царства Божьего – это наше масло духовное. Но тогда как-то несправедливо получается. Потому что есть разные типы людей. Есть те, которые много чего знают, как богословы. А есть простые люди, у которых в силу физиологических возможностей – мало ума, можно так назвать. Которые не одаренные. Им что делать? Если у них не хватает мудрости, допустим, почитать слово и поразмышлять о нем. Если у них не хватает мудрости проповедовать хорошо, говорить что-то, делать что-то для Бога. Что им делать? Что у них? Получается, нет входа в Царство Небесное, потому что у них масла нет. Поэтому я думаю, что масло – это отношение. Иисус сказал, будьте как дети. Почему будьте как дети? Потому что дети любят своих детей. Дети любят своих родителей. Дети, хотите быть со своими родителями почаще, побольше, поближе? Вот и все. Будьте как дети. Приходите к Нему. Потому что Бог не будет определять по нашим делам. Бог будет определять по нашим сердцам. Потому что, как написано в слове, да? Не твоим ли именем, Господь, мы изгоняли бесов. Мы проповедовали Евангелие Царств. Не твоим ли именем мы делали то-то, то-то, то-то и то-то. Бог может сказать, отойдите. Потому что я не знаю вас. А каким образом Бог не знает своих детей? Потому что нет отношений. Кто-то может быть архиепископом, и Бог скажет ему, отойти. А кто-то не может связать и двух слов, и Господь скажет, иди сюда, сыночек. Дай я тебе обмена. Пойдем со мной в Царство. Потому что отношения есть. Потому что этот неумеющий связать двух слов, каждое утро говорит Господь, доброе утро. И который идет что-то где-то, и просто рассказывает, я не знаю, как вот так им, да что, вижу, тупою. Но он хочет поделиться с Богом, потому что он любит его, он рассказывает ему обо всех милочах. И Бог видит сердце. Бог видит стремление. И он говорит, сынок, я знаю, ведь? Будь со мной вместе. Я еще уверен, что наше Марфа, это знание его лично, еще на одном примере, можно сказать. Помните ситуацию про Марфу и Марию, к которому пришел Иисус? Одна сидела у его ног и слушала. Может быть, задавала вопросы, может быть, у них был диалог, но она слушала. Она находилась рядом с ним, она бросила все. И другая сестра Мария, которая суетилась, там, Бешфарма готовила, все дела, там, Казан, там, Мазан, все остальное. И она устала, ну что такое, в конце концов? И Иисус сам, Бог, пришел. А моя сестренка сидит и просто тупо его слушает. А Бог сказал, Мальфа, Марфа, ты заботишься и печешься о ноге, но посмотри на свою сестру. Посмотри. Она выбрала быть со мной. И этим она привлекла меня к себе. Я думаю, что если бы Марфа оставила эти сковородки и села бы рядышком, и они его втроем сидели и слушали, может быть, даже Иисус встал бы и потом помог, и они бы втроем быстро все это сделали, весь этот достафал. Я не знаю, каким образом, но я на сто процентов уверен, что Иисус желал видеть рядом с собой не только Марию, но и Марфу. Чтобы и она села, чтобы и она слушала, оставила эти сковородки, оставила эти кастрюли. Да, это, конечно, важная часть нашей жизни. Но не важнее отношения с Божьей. Я не говорю, что надо все бросить и только сидеть и слушать. Нет, конечно. Бог не претендует на многое, но Бог претендует на хотя бы какую-то часть нашего времени, потому что Он любит нас. Бог хочет сказать каждому из нас что-то. Бог хочет, чтобы мы услышали, может быть, стук Его в сердце. Знаете, вы помните выражение «счастье любит тишина». Иногда просто в тишине посидеть и послушать. Стук в сердце, кстати, можно услышать только рядышком и в тишине. И наше быстротечное время, оно настолько отвлекает нас от всего. И в этот ритм, в этот бешеный ритм нас вводит, что мы разучились. Я просто по себе знаю. Я разучился слушать Бога нормально. Потому что мне всегда надо что-то делать. А когда я что-то поделал, я устал. Мне надо отдохнуть. Это телефон. Ютуб. Это ко мне, Бог. Я думаю, может быть, кому-то еще. Мы разучились тоже, Бог. Какое-то время назад я начал опять восстанавливать это все. И знаете, как в чем? Когда ты просто приходишь к Богу, начинаешь говорить ему «Господи, я хочу послушать тебя». Есть молитвы, разные типы молитв, мы все знаем. Молитвы ходатайства, молитвы за исцеление, за восстановление, еще за что-то. За продвижение царства, есть еще молитва тишина. Когда мы просто приходим, открываем свое сердце и слушаем. Насколько это тяжело, я по себе знаю. Постоянно что-то лезет в голову, постоянно какие-то мысли. Вообще посторонние мысли, ты их гонишь, они возвращаются. Ты одно прогноз, а другая приходит. Бог хочет, чтобы мы научились вот это все откладывать в сторону. И тогда мы услышим стуки во сердце. Тогда мы услышим те тайны, которые он может нам открыть, которые не открывает никому больше. Помните, когда Иисус сказал, что один из вас меня предаст? Все начали спрашивать, но Петр знал, кому Иисус ответил. Он, наверное, Иоанну так, иди спроси, Иисус, кто? И только Иоанну Иисус сказал. Тот, кто обмакнет со мной. Чаше. Почему он Иоанну сказал? Потому что он любил. Почему он может нам что-то сказать такое, чего другим не говорит? Потому что у нас с ним взаимоотношения. Тесные, близкие, дружеские взаимоотношения. Даже не то, что дружеские, а любовные взаимоотношения. Любящего сына или любящей дочери со своим любимым и с вами. И я когда готовился, размышлял, у меня вспомнился на ютубе один ролик. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели, послушали, и потом мы помолимся. Он говорит, я так сильно хочу быть с вами. Он говорит, я так сильно люблю вас. Я настолько сильно хочу быть в вашей жизни. Он говорит, я вот мои дети, я знамом все. Они говорили, он мне такие слова сказал, они просто ранили мое сердце настолько сильно. Сколько много у меня детей, и я им не нужен. Был, сынок. Говорит, те, которые даже были со мной в близости, были со мной в близких отношениях. Говорит, сейчас они просто со мной только по одной причине. Потому что им что-то от меня нужно. Говорит, скажи моим детям, что я хочу быть их другом. Он говорит мне, скажи моим детям, что они просто потеряли меня. Мне просто нужны мои дети. Он говорит, если бы ты знал, как мало людей на земле приходят ко мне просто так. Как мало людей на земле имеют со мной просто дружные. Когда они приходят в мое присутствие, они ничего не клянчат, ничего не просят, ни к чему не стремятся. Они просто хотят быть со мной. И он говорит, сынок. Скажи моим детям то, что я не делаю поклонников. Я не делаю себе друзей. Я их ищу. Я их просто ищу. Он говорит, если бы ты знал, как их мало. Когда последний раз кто из вас заходил в свою комнату и изливал их у своими комнатами? Друг Иисус. Люди, это последнее время. Люди практически никому не нужны. Он говорит, я нужен моим людям, как Бог. Я нужен моим детям, как исцелитель, как помощник. Я нужен моим детям, как личность, которая вытащит их из проблем. Но, говорит, я практически никому не нужен, как друг. Просто друг. Ничего не прося, ничего не требуя. Просто друг Иисуса Христа. Друг. Придите домой, закройтесь в свой дом и скажите, Бог, этот день для тебя. У меня есть просто друг. Я с ним познакомился, знаете, когда? Когда меня оставили все. Но, друг, во всей истории были любимчики. И ты можешь быть одним из них. Он говорит, сынок, я просто хочу быть любимым. Так же самое, как Бог, Он не может заставить тебя влюбиться в Него. Ты просто должен это сделать. Когда у тебя будет просто чуть-чуть свободного времени. Я как посидел в офисе, Иисус просто говорил, сынок, я не требую твоего всего дня. Хотя бы чуть-чуть. Зайди ко мне и скажи, привет, папа. Как у тебя дела? Я так люблю тебя. Он говорит, скажи моим детям. Я не сужу их, я ни в коем случае. Он говорит, я и люблю их настолько, что я не могу их заставить любить себя. Он говорит, просто скажи моим детям, что я просто их жду. Я жду некоторых уже много лет. Да, говорю. Они наверху, говорю. Красивые люди. Они в церкви. Они не бежат. Но и в то же самое время они потеряли меня. Они просто потеряли отца. Я сейчас говорю, как отец, который был к своим детям. Сынок, ты так давно не был у меня в гостях. Ты так давно не был, что я уже у тебя стал гостем, а не отцом. Я просто стал гостем. Он говорит, сынок, мне нужно совсем чуть-чуть. Он говорит, мне просто нужно немножко внимания. Говорит, я люблю вас, я отдал за вас все. Он говорит, ангелы, они им должны поклоняться. Все войства небесные они должны служить. И самое интересное, что Иисус никого из нас не судит. Он просто тихо ждет. В процессе беготни, в процессе суеты, Он говорит, вы забыли меня. Вы просто забыли меня. И говорит, я так мечтаю восстановить отношения с вами. Но говорит, я не могу к вам прийти. Он говорит, я жду вас. Я просто жду вас. Несколько раз это было в моей жизни, я пережил. И когда я побежал в магазин. Мне просто Иисусу хотелось сделать что-то такое хорошее. Просто хорошее. Я не знал, что Иисусу сделать хорошее. Что ему нужно от меня. Я побежал, купил. Попьет роз. Прослой будет роз. И пришел и восставил в комнате. И сказал, Иисус, это для тебя. Это мое отношение с ним. На меня сошла такая сила, Что я несколько часов валялся на карпете в его помазании. Родная, ему ничего не нужно. Ему ничего не нужно. Ему нужна твоя любовь. Все. Маленький шест. Я ему писал любовные записки. И до сих пор пишу. Ты скажешь, ты ненормальный. А меня, меня. Это именно то, что я люблю. Потому что я так сильно люблю его. Это просто отношение к своим отцом. Родимый, все, что вам нужно в этом мире исполнить. Это одна единственную заповедь. Но твои отношения с ним. Это то, что останется на всю вечность с тобой. И когда я понял этот секрет. Как мне хотелось бы, чтобы быть с ним еще ближе. У меня есть друг, родные. И я не имею отверженности. Даже если все меня отвергнут, родные, Я буду всегда ходить целыми. Потому что у меня есть друг, Который никогда меня не оставит. Никогда не бросит. Родные вы и мое общение с ним намного реальнее, Чем с любым из вас. Когда все уходят, Стоишь ли ты? Когда все уже помолились и отошли, Ждешь ли ты? Он так сильно любит тебя. Богу не важно, где ты, кто ты. Ему важно, как ты любишь его. Бог хочет от нас одного единственного. Одного единственного. Когда я закончу, У Иисуса появилось еще несколько друзей. И вы увидите, родные мои, Вы будете питаться Стола со ствола Иисуса Христа. Вы будете иметь откровения, Которых не имеет никто на этой земле. И ты скажешь, Кто я могу их иметь? Да, Иисус пришел К самой последней женщине. По мнению всех вокруг, Она была самым низким существом в Израиле. Одержимая Иблицей. Господь спас ее. И пришел к ней. Именно к ней. Когда мы читаем историю Давида. Когда вы приедете сегодня домой вечером, Когда вы покушаете, Пообщаетесь с друзьями. Закройтесь в свою комнату И скажите, Иисус, Я хочу посвятить тебе всего лишь пять минут. Пять минут. Я отдаю тебе. И вы увидите, как Он наградит вас. Как Он просто наградит вас. Если у вас есть время и общение с Ним, Я очень рад за вас. Но я бы не говорил эту тему, Если вы в церкви, Все было. Если я говорю эту тему, Значит, здесь есть те люди, Которым это слово Очень, очень нужно. Иисус соскучился за вами. Очень сильно. Очень сильно. Али Боря, Вы взяли для себя что-то. Пусть Бог благословит вас. Я думаю, Это коснулось. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе за Слово Божие. Спасибо за напоминание, Господь. Напоминание того, в чем ты нуждаешься. В чем нуждаемся мы. Я прошу тебя, Отец, Господь, Пускай наши сердца сейчас будут открыты. И мое сердце также, Сердца здесь находящихся. Открыты в действии Твоему. Я знаю, Перепосвящаю себя Тебе. Не столько на дело служения, Сколько на то, чтобы быть Твоими детьми. Прости, Господь. Прости за то, что мы игнорировали Тебя, Когда Ты говорили к нам. Мы все это помним и знаем. Когда мы отодвигали Тебя в сторону Ради наших обычных человеческих земных радостей. Прости нас. Я прошу Тебя, Отец, Изменяй нас. Изменяй наш характер. Изменяй наш образ мышления. Научи нас любить Тебя. Ты не заставляешь, Но ты хочешь, чтобы мы захотели. Научи нас этой любви. Научи нас слушать Тебя. И слышать Тебя. Ты нужен нам, Иисус. Как никогда раньше Ты нужен был. Позволь нам избавиться от судьи в своих сердцах. От всего того, что крадет нас у Тебя. Позволь откорректировать свои приоритеты. Отец, мы отдаем в свои сердца эти тысячи сил. Склоняемся перед Тебя. Склоняемся перед Тебой. Позволь нам, Иисус. Позволь нам. Позволь нам. Иисус. Позволь нам. Не давай нам покоя. Ты не заставляешь нас насильно. Но ты просто зовешь. Ты просто ждешь. Спасибо тебе за то, что ты не разочаровываешься в нас. Спасибо тебе за то, что твоя рука всегда к нам протянута. И сейчас мы принимаем решение сквозь эти нужды, сквозь эти проблемы, сквозь эти заботы почаще приходить к тебе. Просто посидеть. Иногда просто помолчать. Иногда просто пополчать, как дети. Благодарим тебя за твою верность. Спасибо тебе, Сейс. И когда ты растешься, ты не отчуществишь. Продолжение следует...